Руководство практикой в общественном объединении. Четвертый видеоурок. Наставничество и завершение практики. Часть первая. Наставничество. Во время практической деятельности. Молодой человек во время практики хочет быть поддержкой, а не обузой для вас. Помогите ему составить план действий и покажите, как его вклад поможет работе объединения. Выделите время на обсуждение, если что-то в плане или целях нужно изменить. В начале и в конце каждого действия и при планировании новых вместе следите за тем, чтобы они помогали практиканту и вам достигнуть целей практики. Объясните, что не будет проблемой, если цели меняются, а вследствие этого меняется и план действий. Направляйте и поддерживайте практиканта в его действиях. Если практикантов несколько, позаботьтесь о том, чтобы никто не остался в стороне и не утратил связь и мотивацию. Постоянно давайте обратную связь и хвалите, когда что-то хорошо получается. Поощряйте быть активными и пользоваться возможностью самим наполнять практику содержанием. Если у практикантов во время практики возникают сомнения, найдите время для их обсуждения. Если в воздухе ощущается напряжение, возьмите это под свой контроль и будьте дружелюбны. Молодые люди ценят собеседников, которые относятся к ним как к равным, с которыми можно поговорить на разные темы без оценок. Во время беседы делитесь и своим опытом. Рассказывайте о своих опасениях и ошибках в прошлом. Проявите эмпатию и интерес к его миру. Будьте примером. Придерживайтесь договоренностей и условленных дат. Делайте то, что пообещали. Обратная связь. Объясните практиканту про каждое действие, почему оно необходимо. Поблагодарите и покажите, насколько важен вклад практиканта. Постоянная обратная связь добавляет вашему сотрудничеству доверия и ясности. Когда практикант проявляет инициативу начать что-то самому, найдите время обсудить необходимость этого. Давайте наставление, обменивайтесь обратной связью и находите время показать, насколько полезен его вклад. Обратная связь руководителя помогает практиканту учиться на своем опыте. Обратная связь практиканта помогает руководителю взглянуть на свою деятельность другими глазами. Давая обратную связь, нужно помнить некоторые главные истины. Обучению благоприятствует позитивная обратная связь, одобрение и эмоциональная поддержка. Постоянная и осознанная обратная связь является залогом хорошего результата, так как влияет на исход работы на 70-80%. Дающий обратную связь не говорит, что хорошо или плохо, а помогает человеку самостоятельно сделать выводы. Давая обратную связь, важно быть тактичным и избегать навешивания ярлыков. Лучше описывайте действия. Если сравнивайте, то только развитие человека относительно него самого, приобретенные им навыки и изменения в установках. Приемы активного слушания тоже полезны в обратной связи. Например, перефразирование мысли. Ты сказал, что… Значит, по-твоему… Как я понял, ты имел в виду… Кажется, что это… Говорить об этом тяжело для тебя. Поощрение. Пожалуйста. Продолжай. Проверка понимания сказанного. Я правильно понял, что… Подведение итогов. Я понимаю, что это началось. И ты до сих пор пытался. И твоей главной проблемой является… Указание на мелкие ошибки не вызывает желания учиться. Если хотите направить внимание человека на его слабые стороны, поощряйте его развиваться в этом направлении. Однако, если все-таки необходимо дать отрицательную обратную связь, наиболее разумно сказать это прямо. Без хождения вокруг да около. Скажите, как в данной ситуации можно было поступить иначе. Не используйте такие слова, как «никогда», «всегда». Молодому человеку легче сформулировать свои мысли, если дано начало предложения, и ему остается только его закончить. Например, можно предложить ему такое начало. Теперь я чувствую себя более комфортно. Я узнал. Я научился. Я чувствую себя уверенно. Я достиг успеха в… Я в состоянии… Теперь я знаю, как… Я разработал. Теперь у меня есть ясное представление о… Я хочу исследовать более подробно. Это важно для меня, потому что… Если обратная связь связана в основном с уже достигнутыми результатами, то должно быть и наставление, направленное на будущее. Это особенно важно будет на итоговой беседе. Часть вторая. Время подведения итогов. Итоговая беседа. Для того, чтобы чему-то научиться, нужно проанализировать полученный опыт. Цель анализа – понять, что данный опыт дал человеку, что изменил в нем. Итоговая беседа и есть то место, где можно совместно проанализировать полученный на практике опыт. Итоговая беседа проводится тогда, когда вся практическая деятельность завершена. Здесь нужно сконцентрироваться на разборе изученного и вместе обсудить, как вклад практиканта помог вашей организации. Цель анализа – понять, что этот опыт дал практиканту. Первое. Узнал ли он что-то новое о данной сфере? Второе. Узнал ли он что-то о себе? Заметил ли в других? Третье. Расширилось ли его представление? Я как гражданин? Обязательно найдите время для итоговой беседы в конце практики. Работа должна достигнуть ясного и конкретного завершения, иначе опыт практики для молодого человека останется незавершенным. Во время беседы вы оба должны озвучить свои наблюдения, отметить важнейшие учебные моменты, сформировать рекомендации. У практиканта есть электронный или бумажный дневник практики, который он заполняет в течение практики. Поощряйте это и на итоговой беседе, чтобы проанализировать сделанное и задуманное. Выделите себе время, чтобы подготовиться к итоговой беседе. Проводить ее намного легче, если вы для себя сделали выводы о своем руководстве практикой и результатах, достигнутых за это время в организации. Структура итоговой беседы может быть следующей. Первое. Обратная связь и наставление на будущее. Второе. Анализ выполненных заданий. Третье. Характеристика и подпись в дневнике практики. В электронный дневник вы можете дать цифровую подпись. Если давая обратную связь и наставление на будущее, внимание фокусируется на личном развитии, то во время анализа заданий сосредоточьтесь на развитии организации. Побеседуйте о том, что такое быть активным гражданином, о влиянии организации и о роли таких объединений в обществе. Обменяйтесь мыслями о важности вклада каждого и о том, что ваш практикант вынес из своего опыта и как он использует это в дальнейшем. Решите, будете ли беседовать с каждым наедине или же со всеми вашими практикантами одновременно. Учтите, что не каждый будет делиться своими мыслями в большом кругу. Если у вас более трех практикантов и вы желаете провести общий круг рефлексии, то выделите отдельное время на каждого и выясните, чему научился именно он. Так каждый сможет обратить внимание на свое личное развитие. Анализируем опыт. Чтобы учиться на своем опыте, нужно его анализировать и сделать выводы. Если такого осмысления не происходит, то опыт остается воспоминанием, как фотография в альбоме, а изменения в поведении или установках не происходят. Задача руководителя заключается в создании возможностей для обучения и помощи при анализе полученного опыта. Модель рефлексии гипса дает возможный вариант того, как анализировать опыт и учиться на нем. Она универсальна и подходит любому человеку, ситуации и теме. Первое. Что происходило? Описать просто и объективно. Пусть человек с чего-то начнет. Хороший вопрос для начала. Как все прошло? Второе. О чем ты думал? Что чувствовал? Поговорить об эмоциях. Например, что ты чувствовал, когда… Третье. Как это было? Придать опыту какую-то ценность или дать оценку. Например, хорошо или плохо? Понравилось или нет? Четвертое. Почему? Проанализировать. Почему опыт сложился именно так? Пятое. Что это значит? Сделать выводы. Например, что это значит для меня? Можно ли было сделать что-то иначе? Шестое. Что дальше? Подумать о следующих шагах. Например, что конкретно я должен изменить? Как я буду в дальнейшем вести себя в таких ситуациях? Это круговой анализ одного опыта, который помогает взглянуть на него под разными углами. Проводя этот анализ, нужно сосредоточиться на широкой картине. Чему молодой человек научился и какие навыки приобрел из всего опыта, а не столько на самих заданиях? Анализ опыта помогает практиканту понять, каким был его вклад в организацию и позже рассказать о нем другим. Навык анализировать результаты своей деятельности понадобится ему в школе и будет хорошей инвестицией в будущее. Какие методы использовать, когда анализируем опыт? Люди смотрят на мир по-разному и, соответственно, по-разному себя выражают. Некоторые предпочитают говорить, другие охотнее пишут, а есть и такие, кто хочет продемонстрировать свои достижения при помощи видео или фотографий, картинок. Главное, чтобы выбранный метод помогал практиканту рассказать о своем опыте. Пользуйтесь при анализе разными методами. Вы не должны владеть ими всеми. Выберите некоторые, которые вам наиболее близки. И потом дайте практиканту возможность выбрать из тех, чем пользуетесь вы. Эти методы просты. Пользуйтесь ими и в процессе, а не только на итоговой беседе. Первое. Если вы даете письменное задание, то задайте два-три направляющих вопроса. Второе. Если звучит только «было круто», то попросите записать это выражение по буквам сверху вниз и приписать каждой букве одно прилагательное. Чему он научился у вас? На согласную – знание, на гласную – чувство, ценность или установку, а на пробел – навык. Третье. Если человеку нравится рисовать, предложите ему рассказать визуальную историю – скетч, комикс и т.д. Четвертое. Кубики истории. Storycoups. Пусть практикант расскажет свою историю, а вы свою. Такой способ хорошо подходит для начала беседы. Пятое. Карты чувств. По-эстонски «tunnetekardit» – подходит для измерения эмоций. Шестое. Карты игры. Dixit. Помогают рассказать историю и придать действиям цель. Например, направляющим вопросом, кем ты пришел на практику и кем ты отсюда уходишь. Человек выбирает сам или вслепую одну или три карточки, которые иллюстрируют его чувства. Седьмое. Карты уна. Кости. Для оценивания уровня в какой-то теме. Восьмое. Палочки для горла. Шпатели. А. По цветам. Зеленый – да. Желтый – может быть. Красный – нет. Например, выбор полярности. Красный – не понравилось. Зеленый – понравилось. Некоторым людям сложно выражать свои мысли, но проще выбирать. Этот метод хорош для начала разговора, вокруг которого можно строить уже обратную связь. Б. Палочки чувств. С названиями чувств. Например, нужно выбрать ту, которая лучше всего описывает эмоции сейчас. В начале. В конце. В. Термометр учебных целей. На каждой палочке написана учебная цель практиканта. Желательно сделать это до практики и отмечать в процессе. Отметь, куда ты добрался в достижении каждой из твоих целей. Девятое. Можно класть камешки, палочки с целями в бутылку, для визуализации достижений или шагов. Десятое. С помощью прищепок можно визуализировать путь. Если практика состоит из нескольких небольших действий подряд, то можно написать на табличках шаги или действия. То же самое можно сделать с датами или главной целью, разбитой на промежуточные цели. Одиннадцать. Кубики лего. Очень уместны в теме участия молодежи. Например, каков твой идеальный мир? Хороший пример. Город будущего пищевого банка. Когда модель города построили из картонных коробок. Пробуйте разные методы и найдите наиболее подходящий для себя и практикантов. Будьте готовы и к неудачам. Не все пойдут вам или конкретному практиканту. Действуйте методом проб и ошибок. Только так вы сможете сделать выводы о них. Пользуйтесь этими методами и в работе с волонтерами. Часть третья. Завершение практики. Дневник практики. Характеристика, которую вы даете практиканту в дневник, должна отражать его вклад в деятельность вашей организации. Характеристика может описывать, например, вклад практиканта. Что он сделал и как помог в жизни организации. Как практикант справился со своим заданиями. Личностное развитие молодого человека в сравнении с ним же самим в начале практики. Наставление. Пожелание на будущее. Вашей подписью в дневнике практики вы подтверждаете, что ученик завершил практику в вашей организации. Попросите у практиканта характеристику о себе. Важно до этого продумать, насчет каких аспектов вы хотите услышать обратную связь, а насчет каких – нет. И в дружелюбной форме дайте ему об этом знать. Признание. Когда вся деятельность будет завершена и проанализирована, организуйте с практикантами общий праздник, приятное времяпрепровождение в команде или позовите их на свое мероприятие. Как во время анализа, так и на совместных посиделках важно показать вклад молодого человека и поблагодарить его. При желании дайте молодому человеку рекомендательное письмо или диплом о прохождении практики. Это будет ему хорошим подспорьем при поступлении в университет или на работу. Для практикантов и волонтеров признание перед всей командой и публично выраженная благодарность очень много значат. Благодарность группы имеет даже более важное значение. Она запоминается, и у человека возникает желание вернуться, чтобы вновь ощутить это чувство – быть частью чего-то большого и красивого. Во время и в конце практики обязательно стоит рассказать о ней широкой публике. Делайте с практикантами и коллегами общие фотографии, ведите блог, делитесь опытом в социальных сетях, на своей домашней страничке и в местной прессе. Когда другие узнают о вашей деятельности и вкладе в работу с молодежью, у вас увеличивается поддержка местного сообщества и повышаются шансы привлечь новых практикантов, постоянных волонтеров и активных помощников. О видеокурсе Вы посмотрели четвертый видеоурок видеокурса по руководству практикой в общественном объединении. Если первый видеоурок дал обзор программы, второй видеоурок подробно познакомил с методом, третий видеоурок помог подготовиться к практике и провести первые встречи с практикантами, в четвертом видеоуроке были даны советы, как направлять практиканта во время практики и завершать опыт, то последний, пятый видеоурок резюмирует, как эмпирическое обучение помогает становиться хорошими гражданами. eokodanik.e slash kogokonopraktyka Данный видеокурс по руководству практикой в общественном объединении был создан на базе одноименного курса Кристи Юристо. Кристи Юристо